Приветствую вас и давайте мы с вами разделим ваш вопрос на все такие составные части, на два вида. И первое, в зависимости от того, сколько сильно вы верите в предначертание, в судьбу, в предопределенности, если угодно, а второй вид это если это происходит именно случайно. Значит, вы прошли семинар по взаимоотношению с мужчинами, что не могло, точнее, не повлиять на ваше, скажем так, на ваше отношение к этим мужчинам. То есть, по всей видимости, вы теперь с ними взаимодействуете на более высоком уровне, вследствие чего вам теперь не очень-то боязно, не очень-то рискованно с ними общаться. Хотя, раньше, думаю я, все было немножко по-другому. Так вот, ключевой момент в этом заключается в том, что... А если предположить, что мужчины встречаются вам не случайно, если предположить, что мужчины встречаются вам для какой-то определенной цели, то тогда можно сделать не случайный вывод, что они встречаются вам для того, чтобы вы на них, через них, точнее, испытали свои новые навыки. Чтобы вы через них испытали ваши новые знания, которые вы получили. Я надеюсь, данная интерпретация того, что с вами происходит, ну, в большей степени вам поможет, чем, например, другая, при условии, что вы верите. При условии, что вы верите в Бога, там, в судьбу и так далее. Предположим, теперь, что ничего предопределенного в том, что они вам встречаются, нет. И тогда можно сделать несложный вывод, что эти люди имеют для вас какое-то значение. Имеют для вас какое-то отношение в прошлом, имели. И вы это прошлое видели под определенным углом, под определенным, так сказать, под определенной окраской эмоциональной и так далее. В контексте прохождения семинаров на тему взаимоотношений с мужчинами, вы теперь на них, на своих комах, а это вот как бы рабочий материал того, с чем вы работали на семинарах, вы можете изменить свое отношение, вы можете изменить свой угол зрения на них и по-другому посмотреть на этих людей, по-другому взглянуть на себя в контексте отношений с ними. И может быть, может быть, что-то новое извлечь для своего опыта, а может быть, понять, что все это было несерьезно. То есть в рамках и в контексте случайности встреч с мужчинами, это стоит воспринимать именно как рабочий материал для тех новых знаний, которые вы приобрели, и не более того. Обычно, вот знаете, ваш вопрос, почему и для чего эти люди появляются в вашей жизни, он, знаете, этот вопрос, он направлен скорее, наверное, я бы даже сказал, к эзотерикам, этот вопрос направлен даже к адептам определенной религии, потому что именно они верят в предназначение. Но психология – это наука, а наука не оставляет возможным мистические интерпретации. И я, как адепт этой самой науки, придерживаюсь того мнения, что вам эти люди попали случайно, что вы встречали бы их как и так. Просто, возможно, в случае, если бы вы не прошли семинар, вам бы не казалось, что вы встречаетесь тяжелым. Вам бы казалось, что эти люди специально преследуют вас, чтобы, ну, например, как-то указать вам на ошибки на вашу, или показать вам вашу несостоятельность, или, может быть, что-то еще, или, может быть, они говорили все против вас. То есть было бы некое такое комплексное восприятие. А вы воспринимаете этих людей совершенно нормально. Неожиданно встретились в неожиданном месте. Правильно. Это означает, что вы живете в полной жизни. Это означает, что вы себя не в сихом не ограничиваете, а с людьми вы пересекаете. И я могу сказать о том, что в контексте вашего поведения, то, что вы стали с ними встречаться, говорит о том, что вы обрели новый уровень активности. После того, как вы прошли семинар по взаимоотношению с мужчинами, у вас стало больше активности. Больше активности вообще социальной, географической, может быть, даже личной, женской. И именно эта активность приводит вас к тому, что вы стали бывать в большем количестве мест. А когда человек бывает в большем количестве мест, он имеет больше шансов встретить людей из прошлого. Потому что, ну, понятно, что вы живете в одном городе, например, и даже если этот город большой, то теоретически вы можете встретиться. Просто до семинаров вам нужно сравнить, как вы до проходивания семинаров себя вели, какую активность, какой досуг вы имели до семинаров и после. Уверен, вы увидите, что больше стали бывать в разных местах. Уверен, что вы стали более активны. Вот и в этом и кроется секрет ваших встреч. То есть, нет ничего неожиданного, нет ничего мистического в том, что вы стали встречать ваших знакомых. Скорее всего, это случайность, но случайность обусловленная тем, что в вашем поведении что-то изменилось. И, скорее всего, это изменилось именно после этих самых семинаров. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.